Чем ближе выборы в Германии, тем яснее становится картина посевов российских рублей на немецкой почве. Ни для кого не секрет, что социал-демократическая партия Германии уже давно и оптом скуплена Москвой, еще со времен перековки экс-канцлера Шредера в крупное светило газовой промышленности и назначение его на рыбные посты в системе Газпрома. Как приданное, Шредер принес с собой в Москву массу военных и политических секретов, а кроме того, стал отмычкой для задних дверей как отдельных общественных деятелей, так и для целых политических сил. Очевидно, что контора пользуется этими ресурсами с чувством, толком и расстановкой. Те активы, которые засвечены априори, используются практически открыто и повседневно, но часть из них, если используются, то эпизодически и в виде простой поддержки уже озвученного кем-то мнения. В таком состоянии они находятся до момента, когда необходима полная мобилизация всех ресурсов и активов. Нечто подобное можно было наблюдать перед выборами у нас в 2019 году и в США перед президентскими выборами 2020. Тогда одновременно поднялась вся муть, которая тихо и незаметно демонстрировала обнимашки с представителями российского бизнеса и прочей публикой, лучше или хуже закамуфлированной под троянских коней. Сейчас, за месяц до парламентских выборов в Германии, наступает именно то время, когда Центр заставляет отрабатывать свои вложения во все активы и те делают это публично с тем, чтобы списать инвестиции. Причем все они прекрасно понимали, что получая финансирование, становится в положении, когда от них могут потребовать определенные услуги, ну а делать публичные заявления перед выборами – не самый худший расклад и не самый позорный засвет, поскольку все можно списать на ажиотаж предвыборной борьбы. Вот прямо сейчас начался бенефис партии АДГ или «Альтернатива для Германии». Ее представители дают интервью не просто пророссийского характера, но иногда делают это непосредственно российским СМИ, чтобы потом эти речи тиражировались всей российской прессой. Тем не менее, заявления очень интересные и вносящие некоторую ясность в политический ландшафт современной Германии. Так, председатель «Альтернативы для Германии» Йорк Мойтен на выходных выступил с резкой критикой зеленых. И в общем в этом не было бы ничего удивительного, если бы не пара интересных деталей. В связи с тем, что российской публике эта политсила не очень знакома, ее характеризуют не иначе как партию, находящуюся на политическом взлете перед выборами. На самом деле она имеет свои 10-11% на протяжении более года и если взлетом считать очередной подъем рейтинга от 10 до 11, то уже только одно это говорит о многом. Но самое главное то, как этот деятель критикует зеленых. Согласно российской прессе, это выглядит так. Теперь зеленые попытаются использовать бедственное положение населения в пострадавших от наводнений областях и конвертировать это в политические очки на предстоящих выборах. Я считаю это отвратительным. Если Герр Лошет после всего этого потерпит неудачу на выборах, это будет справедливо. Да. Мы недавно рассказывали о том, что кандидат в канцлеры от блока ХДС ХСС Армин Лошет был замечен прессой за прикольными шуточками во время наводнения, когда из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Это произошло на фоне десятков жертв и после инцидента его рейтинг покатился вниз, потянув за собой показатели электоральной поддержки самой коалиции. Но тут очень странно выглядит то, как Герр Мойтен переложил критику на плечи зеленых, когда она идет со всех сторон. При этом Мойтен уточнил, что АДГ сосредоточилась на помощи пострадавшим людям и чтобы показать, какой он испанский летчик и как благородно его политсила добавил «Не в наших интересах использовать катастрофу в политических целях». Увидев такой пассаж, возникает эффект дежавю. Такая подача настолько смердит лубянской конторой, хоть нос затыкай. И дело тут не в том, что зеленые в Германии как-то по-особому благословлены благородством или здравомыслием. Просто так уже сложилось, что если торчат конторские уши, то потянув за них, ты обязательно вытащишь конторского кролика. Но в данном случае это не понадобилось, поскольку конторский кроль в предвыборный период не особо прячется и тянуть его за уши нет смысла. Достаточно просто внимательно присмотреться, чтобы увидеть всю лубянскую тушку. Наводнение или приводнение для господ, наподобие Мойтена, это все равно, что подкат к дамам поручика Ржевского, где он советовал молодому корнету начинать о погоде и природе, прежде чем переходить к основному. Вот и глава партии АДГ тоже прошелся о погоде и природе, после чего приступил к основному номеру программы, за что Москва и платит. А именно, да-да, о газопроводе «Северный поток-2». Речь оказалась действительно эпической и показывающей то, за что в Германии можно зарабатывать шестизначные суммы в евро, даже не напрягая мышцы ануса. «Северный поток-2» стал незаменим для Германии. Отказ от этого газопровода станет концом для страны, как развитой промышленной державы и текущего взлета партии «зеленых». Если абстрагироваться от сказанного выше, а просто прочесть эту фразу, то, наверное, возникает некая дилемма о том, что именно хотел сказать этот деятель. Это он так замысловато критикует политических оппонентов «зеленых» или все же топит за газопровод имени Камрада Путина. Это тоже старый конторский прием, который обыгрывается еще в романе «12 стульев», когда Остап Бендер предлагал делать взносы в пользу голодающих детей по Волжье. Вроде бы и деньги собрал на что-то опасное и важное, а вроде бы и детям помогает. Так и здесь, вроде бы «зеленых» критикует, а на самом деле поет гимны путинскому проекту. Что характерно, претензий в сторону ХДС ХСС данный товарищ почти не имеет и только слегка пожурил уходящую бундес-канцлерин Меркель за то, что она отказалась от развития атомной энергетики. Но, как видно, это тоже было о погоде и природе, а потом снова перешел к трубе. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток-2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия. Новое федеральное правительство во главе с «зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. «Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «зеленой» партии». То есть до того, как Гермойтон сделал это заявление, Германия обходилась без «СП-2» и нет никаких причин полагать, что не обойдется без него и впредь, но после заявления Мойтона и в случае, если «зеленые» таки прикроют проект, Германия возьмет и тут же рухнет. Да за такую экспрессию и софокловский драматизм оратор заработал премиальные и уже прямо сейчас, в понедельник, может стучаться в окошко кассы, требуя соответствующих выплат. Ну а за оставшийся до выборов месяц на германском политическом пейзаже будет много интересного и конторские кроли, кроты и остальные крысы полезут изо всех щелей. А мы будем внимательно за этим следить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!